парни там камеры снимают отойдите пожалуйста как там было лишь ну расскажи когда и как полевском появилась первая скейт площадка погоди и у меня был друг нет 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 есть рядом со мной заслуженный беймиксер полевского гриша конов гриша привет привет давай начнем наверно с истоков как организовалась по леском парке скейт-площадка я знаю что ты сам участвовал в ее создании как делали как вообще пришла идея создать первая площадка появилась 2012 году я тогда еще не катался катались другие парни и они там своими силами просто выбивали этот скейт парк у администрации у всех там собирали бумажки вот это все ну все добились своего получили скейт-парк и все построили не так конечно как хотели не такой но все равно были довольны тут были фигуры которые они также сами перестраивали то есть им построили совершенно не предусмотренную для катания фигуру они полностью заново там переваривали тут со своими сварочниками со своими материалами все переделали все дальше катались в этом году пришла реконструкция да да сделали что так что не так вот я еще забыл сказать то что она полностью уже прямо вся развалилась мы своими силами закупали там везде находили по дешевке эти поддоны покупали всякие там эти уголки строили полностью сами фигуры и просто заново все построили и в конце лета вообще никто не сказал нам просто взяли и все разобрали то что мы сами построили то что мы хотели это все сломали и построили не совсем удобные фигуры и мы этим вообще не довольны это единственный полевском скейт-площадке да ну еще есть в южной части там тоже уже культуры там очень плохой там еще хуже почему когда строят скейт-площадки не привлекают таких вот я не знаю скейтеров которые вы показали как надо вообще не знаю я вот хотел я узнавал когда вот за пару дней я узнал что все точно нам построить скейт-парк как раз когда нам все разобрали просто все увезли сломали даже ничего не сказали мы бы эти фигуры хотя бы в сторонку убрали вот день в сторонке стояли мы бы их потом подтащили катались бы дальше спокойно пускай это будет это никому ничего не мешало только круче было а все разломали увезли и я потом спрашивал можно ли план скейт-парка можно ли как-то обсудить как-то дополнить как ну мы ведь будем кататься сказали нет ничего все уже закупили мы все что не так здесь с площадкой все не так мало того что построено все очень плохо мягко говоря все маленькое все непонятно как-то сделано вот наши фигуры которые мы сами построили они были лучше намного потому что мы их строили сами для себя хоть и не выглядели не очень но по функционалу нас все устраивало потому что ну мы сделали для себя знаем что будем учить что делать с этих фигур какие трюки а здесь выглядит вроде красиво ну со стороны смотришь о классно но вообще все непонятное маленькое узкое в общем нам не нравится стыки уголков выполнены ужасно там должна быть как монолитная такая конструкция чтобы когда ты скользишь на ней не ты не ни за что не зацеплялся там вот эти щели за которые ты можешь зацепиться во время того когда ты будешь скользить непонятно все сделано просто уже тут один уголок отпал тут уголок отпал еще в самые первые дни я не знаю как так можно было сделать гришну ты назвал некоторые недочеты на новой площадке это травмоопасно конечно травмоопасно вот эти уголки которые торчат ты можешь поскользнуться тут еще из скользко поскользнуться врезаться в эти уголки которые торчат это железо поцарапаться или не знаю что и сделать очень травмоопасно здесь особенно нет для профессионалов для детей которые здесь катаются приезжают мамы со своими детьми отпускают сюда их кататься что не нужно делать мы всегда говорим родителям что дети здесь катаются что здесь очень опасно чтобы они следили но они говорят допускай покатается здесь ну мало того что мы здесь катаемся выполняем трюки очень опасные можем упасть велик может улететь тут еще все так сделано он врежется вот в эти у торчащие уголки в общем здесь очень опасно поймите пожалуйста родители здесь очень опасно для ваших детей вообще вид спорта травмоопасный да какие то может у тебя травмы были что-то ломал разбивал вывихивал спорт достаточно травмоопасный но никогда ничего себе не ломал много раз падал падал и на лицо у меня тут шрам тут шрам ударялся об руль рассекал себе лоб тоже падал просто на подбородок рассекал кучу раз падал сдирал руки себе в кровь локти там но ничего не ломал только подворачивал ногу один раз голеносну или пару раз но так незначительно так что в этом плане мне повезло не бывает такое что после падений каких-то ушибов в рассечении возникают какие-то страхи или думаешь не сяду больше на велосипед не поеду никуда вот у меня такого вообще нет страхов после падения есть такой незначительная как бы как и у всех людей но не прям вот ну упал и упал восстановился полностью все поехал дальше кататься все то есть не знаю у меня такого нет вот у меня есть друзья которые под там подворачивали ломали себе ноги и они потом очень долгое время боялись там снова делать этот трюк с которого они сломали ногу или еще что-то в общем есть и ребята и они прям думают постоянно блин а если снова если да ладно ну вот наверно подстегивает да думаешь не сделал трюк все еще раз да да вообще забываешь упал и ну и ладно поехал все я и вот говорю полностью восстановился еще прям закачал там мышцы связки все и поехал дальше кататься и все мотивирует больше тренироваться да да ну можно сказать что после реконструкции меньше стало народу заниматься здесь то вроде нет ну только я вот перестал здесь кататься и все всем и миксеры скейтеры зимой занимаются когда нет возможности в том же полицком заниматься чем заниматься ну кто-то просто не катается кто-то очень редко выезжает викторинбург вкрытые скейт-парки а кто-то как я я просто уезжаю в другой ну там вообще в москву вот тоже сейчас поеду и все там всю зиму провожу и все и там катаюсь и там очень классно гриш ты говорил что часто и много путешествуешь как перевозишь велосипед все-таки габаритный достаточно груз до путешествую часто да очень просто разбираешь снимаешь колеса руль складываешь специальный чехол повесил на плечо пошел поездах просто на верхнюю полку положил в самолете там ну докупаешь багаж все все просто начал заниматься где-то шестнадцатом году да как к этому пришел почему именно bmx выбрал до этого может другие какие-то виды заниматься так раньше в детстве лет в 10 10 11 лет я начал заниматься на турнике всякие там вы крутаться делать эти солнышки в общем погрузился с этим головой и прям только этим занимался и все это когда как раз популярная стала уличная да 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 все я перестал заниматься на турнике и с другом мы с ним учились в училище и он начал кататься на bmx а я всегда еще даже до турников катался на велосипедах на обычных и всегда что прыгал гонял всегда он у меня ломался вот потому что он не предназначен для этого и его друг у меня начал кататься но я его встречал иногда вот он катается игры воды прокатиться ну на ну все и я такой раз прокатился потом еще 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 и он говорит блин классно у тебя получается давай покупай велик мы все я купил велик и вот в шестнадцатом году начал кататься можно сказать что это уже образ жизни туда ну конечно я просто этим живу и благодаря этому я не знаю что бы я делал ну нет много бы чая делал но это прям дает такую свободу я путешествую знакомлюсь с кучей интересных людей посещаю места которые вряд ли бы посетил зовут парни всякие там знакомые приезжай к нам все приезжаешь в другой город первый раз в этом городе вообще это так все круто знакомишься это просто такая свобода и ты еще и катаешься на велике делаешь трюки это все так интересно мне кажется это прям то что я искал жил к этому да 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 гришну сейчас вот это твой велосипед нынешний да расскажи чем он отличается от обычных великов от обычных велосипедов он отличается абсолютно всем тут во первых он маленький не такой как обычные вот эти скоростные велосипеды он усилен и все усиленно специально для трюков чтобы ничего не ломалось ну что все что еще там прочнее получается он прочнее это сто процентов гриш если говорить о велосипедах сколько стоил твой самый первый велик самый первый велосипед кстати тоже была рама белого цвета купил я его за 10 тысяч рублей здесь по леску да у девчонки с рук получается да 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 все устраивало в нем или что-то переделывал потом да вообще счастью не было предела когда только-только я его получил я такого первый велик круто все поехал кататься спустя несколько дней у меня загнулся руль сломалась одна педаль все я это все потихонечку менял и все прошли годы у тебя уже наверно не первый велосипед да чем отличается этот от твоего первого и сколько он уже стоит за все это время катания я поменял очень много запчастей рам вот ну все то есть вообще все по многу раз менял рамы рули вот колеса вообще все 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 сейчас такой велик стоит ну тысяч наверное 150 вот причем наверно не самый дорогой это не самый дорогой это ну такой средний вот наверное вопрос почему так дорого потому что ну не знаю вот так они стоят тут одна рама стоит 1035 то есть только рама одна втулка 20000 и вот так все собираешь 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 вот тебе и накапливается почему низкое седло у них вот как раз таки у меня но еще сейчас не низко стоит потому что обычно она ну может вообще прям вот так самый муж лучше без него быть можно вообще но это уже другие велосипеды там триал у них вообще сегодня нет так не знаю она можно сказать вообще нужно то что мы можем ездим на них вот так то есть сели поехали мы ездим на них стоя так иногда едешь когда покатался едешь домой сел и ну не мне так горошки если прокатиться сел поехал и все такой вопрос почему на них нет тормозов они нужны как тормозить и да допустим едешь ты на большой скорости есть несколько вариантов ты можешь очень резко выставить ногу и закинуть велик в сторону то есть так вам земле проскользил мы или просто тормозить телом когда сбавлять скорость я еду на большой скорости и вот так еду тут сейчас скользко ничего не понятно но это еще и выглядит эффектно так что так что все они даже получается маневре чем обычные велосипеды потому что меньше да и может быть поэтому тормозами ну да ну тут делать даже не велосипеде а в том кто на нем едет вот есть обычные люди которые ездят на своих велосипедах с тормозами совсем и они умудряются падать умудряется врезаться в других там в общем есть такое я за все свое время сколько катаюсь сколько когда есть по городу вот так среди людей с гор на огромных скоростях никогда никуда не врезался ни в кого не врезался ничего никого не сбивал был случай когда я ехал на велике и из-за угла выезжает обычный велосипедист на скоростном велике и это все так прям резко получилось он такой выезжает он на меня смотрит и я в сторону то есть влево отъезжай чтобы он проехал и он такой так но я тоже в эту сторону сейчас сверну жмет на тормоза почему-то не на задние а на передние вылетает через руль я такой думаю ё-моё как как так ну и все он упал а я не упал тут важен контроль плюс получается велосипед это продолжение тебя да это прям твои то и просто дополнение ты им управляешь ты как хочешь там на заднем можешь поехать на переднем колесе можешь стать вот на бегу это вот кстати беги на них мы скользим на перилах встаешь ногой на бегу и можешь вот так вот ехать то есть вот так вот ты хоть как может там ехать может она вот так вот вот так мы можем там ехать там на заднем колесе просто на переднем это как хочешь так и но если у тебя присутствует контроль над велосипедом как бы вначале Плюс тренированность должна быть, да? Конечно, там очень много лет надо это потратить, чтобы ты владел и так, и так. Я как бы до сих пор не умею там долго на переднем ездить. Как бы это мне очень нравится, я уделяю этому время. И вот все трюки с передним колесом я прям очень люблю. Но просто ездить на переднем колесе, это надо вообще много лет потратить. Гриш, давай в заключение поговорим про трюки. Какой твой самый любимый трюк? Самый любимый трюк, ну их несколько. Сколько? Ну, выделю два. Когда подпрыгиваешь, прокручиваешь раму под собой на 360 градусов и ловишь. Все, и поехал дальше. И когда на переднем колесе, ну, едешь на переднем колесе, прокручиваешься тоже на 360, там так на переднем колесе и все, и приземляешься. Вот такие мои любимые трюки. Какие мечтаешь выполнить? Какая цель у тебя вообще? Мечтаю выполнить, блин, безграничное количество трюков. Просто очень много хочу чего сделать, научиться. Цель, да не знаю, просто кататься и достигать чего-то нового, путешествовать. Ну, да и все. Просто жить. Спасибо. Удачи тебе во всем. Главное без травм. Спасибо.